Привет, друзья! Это Егоров и Медиа Сандали. Что же, впереди финал медийной футбольной лиги. И сейчас нужно обсудить простые вещи. Ну, во-первых, скандал в Броуков. Сразу несколько футболистов ушли из команды перед полуфинальной игрой. Ну, так получилось. С эмоцией взяли вверх. Титан уже начинает достаточно жестко накидывать на Броуков их президентов. Получается ли это хорошо или кринжово? Да, я, наверное, какой-то мазохист, судя по всему. Третий, Денис Иванович Зубко, несмотря на слухи о том, что его никогда в Амкал не позовут, выкладывают в сториз видео с командой. Может быть, все-таки Амкал решил вернуться к истокам? Ну, а Тюдроц собираются забирать футболистов у других команд. Приоритетные цели из Броуков, Родины и даже Амкала. Надеюсь на пару хороших трансферов приобретений. Броуки, Титан, Амкал. Ну, а сначала о финальном матче. Итак, Титан начинает набрасывать на Броуков. Пошел, Титан. У меня там есть этот. Фах, Титан! Титан начинает набрасывать на Броуков. Первое видео в их телеграм-канале, где они делают такую якобы пародию на Дмитрия Егорова, называя его Едим Соль. А почему он, а не я? Ну, во-первых, видео это посвящено приколу, который устроил Коля Осипов с тем же самым Дмитрием Егоровым. Предыстория этого конфликта проста. Просто Дмитрий Егоров и Николай Осипов перед записью стола Медийной футбольной лиги договорились о том, что приколятся над Титаном и заявят о том, что Иван Зиликов получил медийный статус. Но история здесь достаточно проста. Внезапно выяснилось, ну, допустим, я об этом не до конца знал, не точно знал, что в этом сезоне вратарь тоже получает статус. То есть, если раньше вратаре играли просто как все абсолютно, либо медийный, либо нейтральный, нейтральный статус у них был, то теперь ты можешь получить один слот медийного в воротах, и тебе достаточно будет выпустить двух медийных на поле. Именно поэтому как раз-таки Титан и взял Арби. Арбин один из двух вратарей, который этот медийный статус получил вместе с Дмитрием Сычевым и Студроц. Поэтому Титан взял Арби, поэтому сел на замену Шипляков. И Арби играет все матчи, а Шипляков выходит на замену. Но для тебя это странно было, вот когда ты только узнал, что Арби переходит к вам? Максимально странно. И я этого не понял, и если честно, ну, я не буду, не хочу об этом говорить просто, что... Все из-за того, что Титану нужно держать всего двух футболистов медийных на поле. Я, честно говоря, этому был очень сильно удивлен, потому что, ну как Иван Зириков, который один из самых узнаваемых футболистов Броуков, и более того, один из самых узнаваемых людей в комьюнити, вы можете спросить у кого угодно, и все скажут, что вот это Иван Зириков. Не Иван Зириков спасает команду! Это вратарь, это человек со своей харизмой, это человек, который поражает в том числе всю лигу взятыми сериями пенальти, своим спокойствием, уверенностью. Как он мог не получить в том числе медийный статус? Да, кто-то может сказать, он не выкладывает видео в Телеграм. А зачем кому-то внести и вести эти Телеграм-каналы, если все равно их читает полторы тысячи человек? И просто так эти Телеграм-каналы дополняются дополнительными людьми, просто ради того, чтобы вот этот как будто бы медийный статус получать. Это во-первых. Ну а во-вторых, некоторым людям не нужно много говорить для того, чтобы быть медийными. Любая игра. Да у меня и губы все синие, что-то замерз, блядь. Иван Зириков – это идеальный молчащий медийный персонаж. Иван Зириков – это медийная скала. Ты на него смотришь и знаешь, это Иван Зириков. Самый спокойный, самый уверенный человек во всей этой лиге. Если Зириков берет Броуки в финале, удар! Броук, бойс, финалист четвертого сезона! И у Ивана Зирикова уже за плечами два финала. У Ивана Зирикова масса просто спасенных матчей. Или Зириков – удар! Зириков – это плей-офф вратарей! У него есть там в том числе и какие-то там разборки небольшие, иногда с судьями бывают. Я пришел, я тебе что-то держал, тебя так нахорбить. Да, да, пожалуйста. Ну и фактически Иван Зириков, наверное, это, помимо Егорова и Райзена, самый узнаваемый, ну, может, если не считая Мазура, человек в Броуках. Ну, ладно, не дали медийный статус и ладно, так бывает. В этом плане у Титана преимущества, они подсуетились, они молодцы. И, естественно, никто бы этот статус Ивана Зирикова перед чемпионатом не менял, ну, потому что перед финалом не менял, потому что это глупо. Об этом даже спрашивать было стыдно, но никто перед сезоном... Нужно было перед сезоном в первую очередь ориентироваться на это, и никто перед финальным матчем, конечно, ничего не поменяет. Но Николай Осипов предложил прикольнуться, сказать, что Ивану Зирикову дали статус. Кстати, после этого, если посмотреть на количество лайков, то по большей части, допустим, в телеграм-канале «Идемспорт» были положительные лайки. Конечно, были там и протестующие, но в основном у публики там больших вопросов не возникло. И даже медийные телеграм-каналы, которые эту новость публиковали, они тоже не возмущались. Не было такого, что «ох, как же дали Зирикову этот статус». Но, конечно же, я сидел в машине, и в этот момент позвонил Александр Зуев, очень обеспокоенный. Николай Осипов пытался его как-то еще чуть-чуть прожать. Как часть твоей команды, блядь? Скажи серьезно. Ну, конечно, серьезно. Но в итоге, конечно же, признался, что никакого медийного статуса в этом сезоне Иван Зириков не получил. Знаете, кто этот прогрев придумал? Про Зирикова. Когда? После чего «Титан» решил вот так вот подшутить на Дмитрия Егорова. А почему он? Что можно сказать? Ну, конечно же, эта шутка имеет место быть, но, конечно, она такая немножко грязноватая, потому что все знают, естественно, и окружение Дмитрия Егорова прекрасно знает, что он в этом плане чист. И что Дмитрий Егоров даже в этом сезоне ведет себя плюс-минус спокойно, как раз только с «Титаном» он немножко нервничал. Коль, привет, блядь! Я не буду это говно досматривать! Вот, ну и самое обидное здесь, что «Титан» какую-то свою шутку не придумал, а ориентируется на вот не самых приятных людей. Я не лучше приветствую вам для подразования. Ну, допустим, если брокер будут цитировать все шутки, которые были про Александра Зуева, то, я думаю, Александр Зуев сразу возьмет телефон и будет звонить и жаловаться, может быть, угрожать. Такое бывает, к сожалению. Главное, чтобы они тоже адекватно оценивали и чужие шутки. Вот, поэтому прогрев имеет место быть, пусть прогревает, значит, что они очень сильно нервничают, очень сильно переживают и понимают, что, наверное, «Титан» в этом матче не фаворит. Есть ощущение, что нет фаворита? Нет фаворита 50 на 50. Что как раз подтверждилось на столе, когда все те, и Богдан, Николай Осипов и все остальные прогнозируют победу броуков. Райзен, Егоров своим путем в медиафутболе заслужили получить такой праздник и такую эмоцию счастья от победы. Более того, они считают, что броуки сейчас заслуживают победу, потому что они уже настрадались, много пережили годами. А когда ты только зашел, сразу в один сезон, конечно, завоевывать золото можно, но не совсем, как будто бы честно. Я посмотрю, конечно, с удовольствием, я даже, может быть, и окажусь в итоге в Волгограде на этой игре. Поэтому, да, броуки-фавориты. Вот Артем хочет добавить. Мы переедем, «Титан». Конечно же, не осталось без упоминания тема с Кубком России. Был задан прямой вопрос Николая Осипову. Николай, Кубок России и попадание в этот турнир действует только на медийную футбольную лигу весенней части или распространяется на осеннюю? Вследствие чего удалось выяснить, что если будет четыре квоты, то три из них получат в следующем году. Команды, которые в весенней части займут первое, второе и третье место. Ну и одна команда, которая займет первое место в этом сезоне. Плюс эта команда поедет на Кубок РПЛ. А вот как вы можете оценить вероятность того, что все-таки профессиональные клубы не захотят этого? Ноль. То есть, в вашем понимании, что состоится? В моих договоренностях с футбольной национальной лигой. Что касается Кубка России. Вот я знаю, что Артем Райзен вообще против того, чтобы участвовать в Кубке России когда-то был. Но я скажу, в чем прикол этого Кубка России. В этот момент на тебя направлено внимание всего комьюнити. Все, в том числе и телеграм-каналы, все как будто либо за тебя болеют, либо тебя хейтят, как родину медиа. И проанализировали это, и поняли, что только чудо нам поможет. Но в каком-то таком турнире представлять все медийное футбольное комьюнити в матчах с профиками, я думаю, что это достаточно интересная история. Главное, чтобы тебе здесь помогли финансово организовать матч и все такое, потому что это достаточно дорого. Более того, участие и в Кубке РПЛ, и в других турнирах требует тоже дополнительного финансирования, потому что тебе нужно, во-первых, сохранить команду, во-вторых, наладить трансферную политику клуба. Вот здесь, что касается тех же Броков. Потому что сейчас мы уже видим, как некий Цистудроц напрямую говорит о том, что после сезона хочет заполучить футболистов Родина Медиа, это Газданов, Брокбойс, даже Амкалов. Надеюсь на пару хороших трансферов-приобретений. Родина. Броки. Броки, Титан, Амкал. Причем не только Прокопа. Кроме Прокопа есть еще вполне хорошие ребята. А, Левшука говорил много рожек. И поэтому здесь нужно понимание, что все дальше будет хорошо, что этих футболистов удастся сохранить и что удастся усилить свой состав, в том числе ориентируясь на Кубок РПЛ и на Кубок России. Кстати, помогает нам в этом великолепная компания Бэтбум. Я уверен и надеюсь, что мы продолжим наши отношения. В Броках не обошлось и без скандалов, потому что сразу несколько футболистов как будто бы покинули команду. Не приду больше на тренировки, потому что я больше не могу это сделать. Разберем эту ситуацию подробнее, пока мы еще не совсем замерзли. Итак, первый человек, который внезапно не поехал на игру, это Даниил Макеев. Готовлюсь вместе с командой к финальному матчу и, конечно же, поеду. Надеюсь, будет тренер на меня рассчитывать в финале. А то, что он не едет на матч в Калининграде, с учетом большого количества травмированного медийных, это и Аюб, и Гриня, и все остальные, с учетом получения травмы от Васильевича Сосниным, был единственный вариант, это выход на замену господина Шины. Потому что не хватает у нас лимит по медийным, а я лимитчик, и сейчас я выйду, блядь. Не могут они никак забить штанги, что-то там рядышком. Господина Шины, который вышел на поле, и нельзя сказать, что игра у него не получилась, но он как минимум не готовился, потому что он бил через себя погруши ночью. Тусовался, а утром ходил в баню, и, конечно, ни о каком футболе там говорить было нельзя. Это моя работа, блядь. Так вот, почему Макей на этот матч не поехал. Ну, самая простая ситуация. Дело в том, что Макей переживал из-за того, что он не сыграл с народной командой, и подошел к тренеру, и задал вопрос, вы на меня рассчитываете или нет? Тренеру показался этот вопрос, видимо. Очень странным, что игрок вот так вот спрашивает, рассчитывает ли на него или нет, потому что если ты в команде, на тебя в любом случае рассчитывают, ты либо получишь, либо не получишь, в зависимости, игровое время, в зависимости от того, как складывается матч, ну, все, что угодно может произойти. Просто эти вопросы, ну, по мнению тренера, недопустимо. И он говорит, ну, раз так, типа, если ты хочешь, нет. Если ты хочешь такой твит услышать. Все у нас отлично, ничего страшного не произошло. Мы вышли в финал, очень спокойненько вышли, немножко интрижки добавили. После чего Макей спросил, а что мне тогда не ехать, и тренер сказал, ну, не едь. Вот и будешь задавать еще раз вопрос или просто поедешь? Я думаю, что вопрос бессмысленно задавать после того, как я видел, что Геннадьевич играет по этому, который не готовился к матчу, поэтому можно просто молча ехать. То есть тренер думал, что Макей поедет, что это просто такой разговор, и хотел ему показать, что вообще дурацкие вопросы не стоит задавать перед матчами, как вообще можно такие вопросы задавать, что это за бред. Ну вот, ну а Макей воспринял это все как чистую монету, и, ну, сейчас получился казус, получилась жесткая ситуация, потому что Макей реально не поехал и расценил это как не надо ехать. И, ну, всякое в жизни случается, такого больше не повторится, и Макей готов в следующем матче доказывать. Готовлюсь вместе с командой к финальному матчу, и, конечно же, поеду, надеюсь, будет тренер на меня рассчитывать в финале. Ну, не совсем похожая ситуация с Никитом Топтыгином, который за день заявил о том, что он уходит из команды. Тогда он заявил о том, что он уходит из команды, потому что не может тренироваться, и потому что мало играет, не может тренироваться днем в будние дни. Ну, а если ты не приходишь на тренировки, тебе и на игры не нужно приезжать. Ну, а потом, когда он не поехал на игру и увидел реакцию, начал переобуваться и заявлять о том, что... Дело в том, что он никак не мог пропустить институт в субботу. Ну, естественно, здесь ситуация уже была немного другой, поэтому Никита Топтыгина в команде Broke Boys не будет ни при каких условиях. Теперь, к сожалению, Никита может получать практику в любом другом клубе. Кстати, об учебе он особо ничего не говорил в тот момент, когда мы предлагали ему уйти в аренду в дружину. И тогда же заявляли, что вряд ли он будет получать игровое время, а там будет играть. Но Никита решил остаться, потому что дружина не давала ему денег, а о броках эти деньги хоть какие-то, но были. По Арсению Капитанову такая же ситуация. Арсений Капитанов продолжает играть за университет, но при этом не ходит на некоторые тренировки. Например, вот сегодня на тренировке не было. С ним будет общаться Райзен. Ну и такая ситуация, конечно же, не должна повторяться. Плюс ко всему у броков будет отсутствовать, возможно, на матче Антона Соснина и Гиле, у которых травма. Ну, надо будет посмотреть, как она будет чувствовать вся мышца с задней поверхности бедра. Ну а у Титана, к сожалению, сломался скраб-уп. Но так всегда бывает, в больших турнирах кто-то получает повреждения. Нельзя дополнительно не оценить судейскую работу в матче броков и эгрессии, потому что хотелось бы, чтобы судьи были во всех эпизодах последовательными. То есть, если в первом эпизоде судья поднимает флажок там, где офсайда могло не быть, а мы заказали специальный разбор и линию у компании, у одной, судья находился в неправильной позиции, но он поднял флажок. И рефери, когда смотрел повтор, у него не было этой линии. Естественно, он принял правильное решение о том, что гол нужно не засчитывать, потому что изначально судей был поднятый флажок. В следующем эпизоде, уже в серии пенальти, была подобная ситуация, когда футболист эгрессии пробил, судья развел руками, что гола нет, гол не засчитали. Но потом на тех повторах, которые показывают, никто не может сказать точно, был гол или нет. То есть, соответственно, здесь нужно было оставить решение в силе, что гола нет. Это мы и сейчас просто говорим. Ну и, конечно же, стоит еще раз оценить эпизод, после которого пенальти получили футболисты эгрессии. Очень бегло посмотрел Александр Филимонов повтор с Шинкаренко, посмеявшись, ну или показавшись ему. Показалось, что мяч просто, ну, что Шинкаренко просто упал. Нет, играть, это вообще легкий контакт, играем, ребят. Даже, нет, играем, я даже, мы футбол играем здесь нормально. Однако, если бы повтор приблизили, если бы показали ситуацию подробнее, было бы видно, что Шинкаренко получает удар по бедру. И мы тоже смеялись, но потом, когда включили и сделали камеру побольше, пришлось нам, Антону Геннадьевичу, поверить, что действительно это был фол. Поэтому хотелось бы, чтобы в финале, да, конечно, иногда на повторы тратится больше времени, но здесь еще вопрос к режиссерам трансляции. Ребята, увеличивайте картинку, приближайте, пожалуйста, эти повторы. Может быть, новые повторы делайте, чтобы было видно, что здесь фол или не фол. Потому что вы решаете судьбу матчей, вы реально решаете судьбу всех встреч. И вы тоже будете решать судьбу финала или других турниров в Волгограде. Это челлендж фол чистейший, 100%. Я с мячом, он меня сзади толкнул. И напоследок, одна тема. Денис Иванович Зубков выложил сториз с фотографиями старого Амкала. И публика, конечно же, очень захотела, чтобы Денис Иванович пришел в Амкал. Огромное спасибо вам за эту поддержку на протяжении всего времени. Скажу честно, мы общались с ним. Он почему-то выразил уверенность, что его не позовут. Но я ему сказал, Иванович, ты как раз тот человек, который заслуживает, чтобы тебя позвали. Потому что ты был душой той команды, ты профессиональный тренер, и ты мужик с большой буквы. Это был Егоров, пока.